Иван Царевич. Вот я поискала скриншоты. У меня тут целая куча. И вот по поводу денег туда-сюда. Ну так называемых денег. Вот прочитайте, что пишет человек. Ну еще попутно зацепила несколько интересных комментариев. Тоже как бы сейчас это зачитаем. Недавно появилась такая информация. Рассказал один человек, бывший военный. Было это во времена СССР в городе на юге России. Однажды группу курсантов военного училища послали на военный завод. Они должны были помогать в погрузке тяжелых деталей неизвестного механизма, неизвестного происхождения, из неизвестного металла. Детали механизма были очень большими и тяжелыми. Вес уже разделанных автогеном деталей механизма был от 2 до 20 тонн. Этот механизм больше всего напоминал горно-проходческую машину неизвестной древней цивилизации. Металл был серого цвета, наподобие асфальта. Не было никакой ржавчины. Механизм нашли где-то в горах Кавказа. Потом на месте разделали автогеном. И потом по частям перевезли в город для дальнейшей утилизации этого механизма. Так, дальше. Где это было? Если сложить вместе все детали механизма, то он больше метров 55 в диаметре и тяжелый, если в 100 тонн. Металл неизвестный, очень тяжелый. Судя по всему, машину использовали для пропилки тоннелей в горах Кавказа. Детали механизма в машине сильно изношены. Конструкция машины неизвестна людям. Там было что-то наподобие кабины. И управляли машиной существа человеческого роста. Но эту машину сделали не люди. У людей нет таких машин. У людей во всех машинах без исключения для соединения конструкции деталей машины используют отверстия в деталях болты, гайки. Так устроены все машины у людей. А там детали и конструкция этой непонятной машины не было ни одного отверстия, не было ни одного болта и не было ни одной гайки. Все детали и конструкции этой машины держались и были соединены только на прочном клее. А весь машины был 100 тонн. Это уже было. И клей удерживал все детали этой машины. Клей был голубого цвета. Курсанты помогли погрузить детали этой машины. Господи. Их отправили в другой цех для дальнейшей утилизации. А с курсантов взяли подписку о неразглашении на 40 лет. Потом, когда прошли 40 лет, еще взяли подписку на 40 лет. Детали этих допотопных машин охранят на военных базах. И их охраняют военную. Эту машину, скорее всего, нашли на Кавказе, в горах Горного Карабаха. Была информация о том, что там нашли допотопные тоннели. И там нашли допотопную технику неизвестной допотопной цивилизации. Одна женщина-геолога рассказала в 90-е годы, что еще до войны нашли... Нашли древний тоннель между Сахалином и материком. В тоннеле нашли каменевшие кости древних животных и нашли древнюю допотопную технику. Все это КГБ увезли в Москву. Потом при Сталине на месте этого древнего тоннеля стали строить тоннель между Сахалином и материком. Но когда Сталин умер, Хрущев запретил это строительство тоннеля. Подробный рассказ этого военного, о этой допотопной машине, вы сами можете прочитать в интернете, пока не убрал. Вот такой, значит, комментарий интересный. Потом, вот кто-то пишет. Может, будет полезная информация. Жил в Узбекистане с советским паспортом до 2002 года. Паспорт был просрочен. Гражданство якобы получил в Ташкенте в 1994-м. Российское. Паспорт получил в России и вернулся в Узбекистан. Просроченный паспорт ставили печати в паспортном столе, временной прописки, без проблем. В смысле, в Узбекистане. Короче, там для них, по-моему, особой разницы нет. И вот еще один. Так, гражданство РФ 1991 года есть гражданство РСФСР. Скорее всего, оно было заложено как фундамент для торговой лавки РФ. А гражданство РФ 1991 года не было принято из-за сроков опубликования, якобы. А что касается паспортов СССР, так мне самой в городе Владикавказ в МФЦ открытым текстом оператор сказала, что был указ из Москвы советские паспорта не возвращать, а что паспорта РФ это липо молчать. А когда появились юрлица, имеет ли юрлицо выдавать документ государственного образца? Нет. Так какие документы РФ торговой лавки имеют силу? Это вот свежий, как бы, комментарий был. Несколько месяцев назад, наверное. Вот и все.